Всем привет, с вами снова SF. В комментариях в одном из наших предыдущих видео, которые, кстати, поддержали нашу идею снимать похожие ролики, подписчики предложили разобрать профессию бизнес-аналитика. Поэтому мы решили коротко рассказать о том, кто такой бизнес-аналитик, чем он занимается, сколько зарабатывает и какие карьерные возможности для дальнейшего развития он имеет. Кто же такой бизнес-аналитик? Давайте начнем с определения бизнес-аналитики. Это относительно новое карьерное направление, и я, когда учился в университете лет 10 назад, вообще думал, что это синоним аналитики финансовой. Разницу я понял весьма дорогой ценой, когда провалил собеседование на одноименную стажерскую позицию в компании IMAX. В современном понимании, бизнес-аналитика или бизнес-интеллигенс, BI, это инструменты и методы для анализа данных и принятия лучших решений на основе выводов. Одни специалисты разрабатывают инструменты бизнес-анализа, а другие, то бишь бизнес-аналитики, ими пользуются. Бизнес-аналитики — это эксперты в нескольких смежных областях. Они знают, как функционирует организация и что им нужно сделать для достижения бизнес-целей. А также умеют строить модели развития компаний при разных сценариях. Организация сотрудничает с бизнес-аналитиками на постоянной основе или в рамках конкретного проекта. При проектной работе бизнес-аналитик — это член аутсорсинговой команды. Его привлекают для решения проблем бизнеса клиента и после завершения проекта команда уходят. При штатной работе бизнес-аналитик может работать в отделе бизнес-анализа, финансово-анализа, стратегического развития и т.д. В зависимости от сферы специалист может найти проблему и предложить способы ее устранения в финансовой области, работе сайта, процессе взаимодействия с клиентами, бизнес-процессах и прочем. Сфера деятельности компании при этом может быть совершенно любой. Бизнес-анализ полезен и коммерческим, и некоммерческим организациям, частным или государственным компаниям. Как стать бизнес-аналитиком? В отличие от финансового или инвестиционного аналитика, барьеры для входа на позицию бизнес-аналитика ниже. То есть вам не обязательно изучать бизнес-аналитику или бизнес-анализ в университете или иметь опыт стажировок на похожей позиции, хотя, естественно, он всегда приветствуется. Из-за того, что на рынке тысячи открытых вакансий в этом управлении, условия для входа более расслаблены. К большому счету, работодатели смотрят прежде всего на набор необходимых навыков, прежде всего технических, и тщательно их проверяют на этапах отбора. При этом мы не хотим сказать, что бизнес-аналитиком может стать любой проходимец. Естественно, предпочтения отдаются профессионалам из смежных областей и выпускникам соответствующих направлений. Например, если мы говорим про университеты, то идеальными кандидатами на позицию бизнес-аналитика будут выпускники факультетов математики или программирования. Далее идут финансисты и экономисты. И третий по списку самых подходящих к направлению, как бы ни странно это не звучало, это биоинформатики и психологи. Если говорить про специалистов из смежных областей, то в бизнес-аналитику можно перейти системной аналитики, дата инжиниринга и BI-аналитики. Что касается специалистов из других областей, то для бизнес-аналитики очень сильный бэкграунд имеют финансисты, экономисты и логисты. Маркетологи и продакт-менеджеры также обладают частичным инструментарием и знаниями бизнес-анализа, бытность своей работы с метриками и юнит-экономикой, а также приближенности к реальному бизнесу. Что интересно, научные сотрудники тоже могут попробовать себя в роли бизнес-аналитика. Давайте поговорим про зарплаты, карьерный рост и вакансии на рынке. Почему люди выбирают позицию бизнес-аналитика? Я считаю, что для этого есть минимум три причины. Невысокий порог входа, что очень важно для тех, у кого нет релевантного опыта или академического бэкграунда, довольно высокая зарплата и интересное задание в совокупности с перспективностью этого направления. Сразу отметим, как и в других случаях, когда позиция называется аналитик, что профессия бизнес-аналитика начальна, и мало кто задерживается на ней более трех лет. Как и с финансовым аналитиком, на позиции бизнес-аналитика несколько ступеней. Обычно выделяя три. Джуниор – без опыта или с опытом до одного года. Миддл – с опытом от одного до двух лет. И синьор – с опытом до трех лет. Само собой, помимо дохода, позиции отличаются друг от друга уровнем ответственности, глубиной и шириной задачи. Чтобы более не пытать ваше воображение, обозначим вилки зарплат для этих трех ступеней. Джуниор – от 60 до 90 тысяч рублей на руке. Миддл – от 120 до 170 тысяч рублей чистыми. И синьор обычно зарабатывает от 200 тысяч рублей после вычета НДФЛ. Само собой, данные цифры не учитывают премии, бонусы и 12-е зарплаты. Как уже говорили ранее, люди не задерживаются на позиции бизнес-аналитика на всю жизнь. Какие же карьерные перспективы есть у этих профессионалов? Первые возможности для перехода у аналитика возникают на позиции Миддл, когда он может переквалифицироваться в дата-сайентиста, изучив машинное обучение и статистику. Соответственно, далее за счет опыта можно вырасти до позиции Head of Data Science, зарплатой от 400 тысяч рублей в месяц. Если же аналитик продолжит двигаться в своей стезе, он пройдет позицию синьора, станет лидом, а далее сможет претендовать на звание руководителя отдела аналитики. Здесь уровень зарплат сопоставим с аналогичной позицией в Data Science. Естественно, нельзя забывать, что многое зависит от регионной компании, в которой вы будете работать. Нередко профессионалы из этой сферы, набравшись опыта, уходят в стартапы или делают свои проекты, где уровень дохода зависит от их коммерческих успехов. Кстати, важный плюс работы бизнес-аналитики заключается в том, что она менее консервативная, чем, допустим, направление финансов. И многие аналитики, их руководители, работают дистанционно, в том числе из-за рубежа. При этом, как правило, у финансовых аналитиков, например, режим работы гибридный, и минимум 1-2 раза в неделю им необходимо появляться в офисе. Какие бизнес-аналитику нужны навыки, знания и сертификации? Обычно мы разделяем необходимые навыки на hard skills и soft skills, но в этот раз мы решили начать с самых важных. На первом месте идет коммуникабельность. Большинство бизнес-аналитиков работают в команде. Они должны не просто ладить со всеми участниками проекта, но и быть неким центром, генератором идей, управленцем. На втором месте идет знание как технических основ, так и бизнес-процесса. Иногда, если посмотреть описание вакансий на известных карьерных сайтах, бизнес-аналитиков называют человека, который занимается бизнес-процессами и техническими заданиями для айтишников. Более правильно называют таких профессионалов системными аналитиками. Системный аналитик – своего рода переводчик. Например, нередко нужно понять требования конечных пользователей к продукту, выраженные разговорным языком, объединить их требованиями маркетингового отдела и финансов, найти способы достичь нужных целей и перевести эти способы на язык технического задания для конкретных специалистов. В конце концов, мы рекомендуем бизнес-аналитику погрузиться в тему юнит-экономики, чтобы разговаривать с другими специалистами на языке цифр и метрик. В-третьих, критическое мышление и умение анализировать информацию. В процессе работы нужно взвешивать множество вариантов, послушивать разные заинтересованные стороны и понимать цели и ограничения на каждом этапе. Аналитик должен уметь видеть данных то, что сигнализирует о проблемах, находить закономерности, вычислять слабые места. В-четвертых, умение презентовать свои решения. Помимо ясной концепции, нужны средства визуализации данных. Это можно делать с помощью таких популярных инструментов, как Power BI, Tableau, Redash и другие. В-пятых, знание методов анализа бизнес-показателей и бизнес-процессов. ABC-анализ, SWOT-анализ, матрица McKinsey и другие базовые методы анализа помогут разобраться в проблемах компании и натолкнуть на действенные решения. Плюс машинное обучение. В конце концов, бизнес-аналитику нужно уметь программировать. Бизнес-аналитик не обязательно должен быть программистом, но ему нужно элементарное понимание того, как работают технические системы и как выполняется работа по их изменениям. Знания таких языков, как R, Python и SQL могут сильно упростить работу, как при взаимодействии с отделом разработки, так и при написании некоторых алгоритмов для расчета своих моделей. Поговорим в двух словах о сертификациях. Из сертификации мы рекомендуем посмотреть бумаги Международного института бизнес-анализа или по-английски IIBA. У него есть представительство в России и сертификаты IIBA признаются по всему миру. Единственное, следует сразу же озвучить, что этот международный институт делает упор в основном на бизнес-анализ, а не бизнес-аналитику. Как вы уже понимаете, разница между ними есть. Если резюмировать наш короткий рассказ, то мы считаем, что бизнес-аналитик – это интересная, перспективная и высокооплачиваемая начальная позиция на стыке IT, финансов и консалтинг, которая при ее невысоком породе входа представляет замечательный карьерный трамплин профессии будущего. Если вам понравился такой формат видео, напишите нам об этом в комментариях и поставьте лайк. Это очень ценно для нас и продвижения нашего канала. Не забудьте включить колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Мы стараемся загружать новые видео каждую неделю, выбирая из нашей библиотеки самые интересные. Всем спасибо за внимание, доброго времени суток и до новых встреч. Пока-пока.